Да, можно вопрос? Там был слайд с перечнем очень многих факторов, которые влияют настроение. Среди них было что-то, я просто не успела прочитать, про интернирование ДНК. Что с ним не так? У нас проблемы набраться с отсутствием склероза и прочее. Но это не проблема. Это, по-моему, когда сахар и глюкоза попадают в клетки, оно их повреждает. И поэтому нужно, чтобы этого меньше. А у этих животных, у них мембранный клеток более толстый. Нет, но, собственно, они... Окей. В общем, эти животные с пренебрежимым старением, они борются с этими факторами. У них генетически заложено, что они не влияют сильно. Вот ты говорила про метод КРИС, как редактирование ДНК. А почему его тогда не используют на таких важных целях, как, не знаю, как, допустим, спит? Можно сделать. На животных были эксперименты, но на людях первый эксперимент только этой осенью. Вот эта женщина только этой осенью первый раз за историю человечества изменила гены. То есть, поскольку этот метод еще не обработан, не уверены в нем, поэтому ей даже пришлось уехать с Америки, ей пришлось уехать в Колумбию, чтобы там провести эту модификацию, потому что закон не разрешал это сделать. То есть, в любом случае, после того, как появилась какая-то новая технология, должна пройти какое-то время, пока ее пробируют, пока эксперименты пройдут. А как будет решаться вопрос перенаселения? Ну, я думаю, что человеку нужно давать... Есть ли предположение, какой запас прочности, условно говоря, у человеческой психики, потому что психическая психика не рассчитана, ну, как бы, на данный момент, что-то из возрастных, что-то из него, она начинает на какие-то конечные... Ну, люди же, как бы, с каждым возрастом все умудреют и умудреют, и, в принципе, не такой уж большой процент стариков, они действительно сходят с ума. То есть, нормально, ну, те, кто, конечно, забивает на себя, те умирают от каких-то психологических проблем. Но большинство людей, если заниматься собой, что-то изучать, чем-то интересоваться, заниматься деятельностью, то мозг не стареет. К примеру, ну, вот я сам учился в КПИ, у нас было множество преподавателей, которым было по 70, по 80, по 90 лет, и они прекрасно соображали, потому что они продолжали заниматься, как бы, умственной деятельностью. Так что в мозге, я думаю, ресурс большой, и так же самое методом стволовых леток можно направлять их в мозг и регенерировать нервные клетки мозга. На самом деле уже изучалось, что факторы, допустим, экологии, даже факторы неправильного питания, не так сильно влияют на организм, как другие факторы старения, вот, которые я говорил. То есть если, возможно, хотя бы сейчас не полностью обрести бессмертие, хотя бы удлинить себе теломеры методом генового, чтобы прожить еще какое-то время, потом методом CRISPR тоже вести себе эти гены. Прожить чуть дольше, а потом появятся новые методы, которые позволят прожить еще дольше. То есть на данном этапе наша цель пока работать пока в тех сферах, где мы знаем. Если какие-то еще вопросы, можете там лично подходить после лекции. Я же говорил, вот, как раз насчет выработка фермента теломераза, который отвечает за удлинение теломер. Именно теломер. Да. То есть ее клетки смогут перерождаться больше, чем 50 раз, то есть выйти за предел хейфика. Вот. Ну, там посмотрим, что будет дальше. Дальше будут запрещать человека как гендобонифицит. Да, да, да. Что, что? Будут людей запрещать, как гендобонифицировать. Ну, на самом деле, в гендобонифицированных продуктах нет ничего такого плохого и ужасного. То есть тоже можете почитать, в интернете полной информации на это. Примерно еще. Да, я представляю, что сидела, что вы уходите женщине. Вот ей присоединили эти клетки, сделали операцию. Ну, это не операция, это как бы вводится, как вирус. Да, вирус. А потом, надо будет его еще вводить? Или это как бы единоразовый? Ну, смотря на сколько он активно, если снизится выработка, то, может быть, нужно будет. То есть это первый эксперимент, пока еще только ничего неизвестно. То есть это сделали несколько месяцев назад. То есть вот этой осенью. То есть это как бы самое последнее. Вот. Окей, у нас, кажется, все. Да, если вопросов больше нет, вы можете попробовать. Все, тогда спасибо за внимание. Спасибо.